ну что ж коллеги давайте продолжим следующая тема который мы рассмотрим это философия нового времени так рассмотрим здесь следующие вопросы 1 фрэнсис бэком как основатель эмпирической философии нового времени фрэнсис бэком основатель эмпирической философии нового времени второй вопрос рационализм и субъективизм философской системы арене декарта рационализм и субъективизм философской системы арене декарта третий вопрос учение о единой субстанции бенедикта спинозе бенедикта спинозе четвертый вопрос учение о множественности субстанции год фрида лейвница год фрида лейвница так вот такие вопросы рассмотрим в этой теме так первый вопрос следующий за философии возрождения этап в истории философии принято называть собственно философии нового времени хотя в общем-то как я говорил уже и ренессанса первый период эпохи нового времени в этот период философия приобретает новый статус значительной степени это было связано с быстрым развитием естествознания в период которое взяло на себя изучение конкретных проблем устройства природного мира и соответственно главными тем этой философии стали считаться метафизика метафизика то есть учение об основаниях принципах началах бытия и теория познания теория познания и в это время разрабатывается целый спектр теории познания и формируется методологическое основание методологическое основание научного познания научного и философского познания в рамках теории познания в рамках теории познания сформировалось два главных подхода эмпидический и рационалистический ну и сочетание вот этих подходов в общем то и создает методологию познания нового времени в том числе методологию познания науки классического периода соответственно методология эмпирический подход делает акцент на опытное переживание эмпириус эмпириус парагенческий значит опыт то есть этот подход предполагает обнаружение неких непосредственно воспринимаемых переживаемых фактов описание наблюдения этих фактов систематизация ну а рационалистический подход предполагает мыслительную работу с обнаруженными фактами построение индуктивных и дедуктивных умозаключений направленных на обнаружение сущностных существенных фундаментальных свойств изучаемой реальности явление закономерности законов управляющих реальностью так вот развитие эмпирической методологии связано прежде всего с именем английского мыслителя а также политического деятеля фрэнсиса бэкона его года жизни 1561 1626 согласно бэкону актуальной задачей его времени была разработка новой методологии познания который будет опираться на практический опыт и соответственно согласно бэкону главным способом построения умозаключений должны быть индуктивные умозаключения то есть введение знания от частных конкретных фактов к общим выводам по его мнению предыдущие методологии познания разработанные античными мыслителями носили слишком абстрактный характер не учитывали конкретного переживаемого опыта ну и фрэнсис бэкон разработал свой вариант индуктивного метода он называл его назвал его таблицами открытия таблицы открытия первая из этих таблиц это таблицы присутствия называемые таблицы присутствия сюда суда заносятся множество случаев присутствия некоторого свойства природа которого изучается следующая таблица это соответственно таблица отсутствия сюда заносятся множество случаев аналогичных первым но в которых изучаемое свойство по какой-то причине отсутствует следующая таблица это называемая таблица степени здесь фиксируется множество случаев изменения интенсивности эффективности исследуемого свойства ну и наконец четвертая таблица это таблица сравнения в ней три первых множества соотносятся друг с другом лишние случайные отбрасывается на выходе получают некий неизменный остаток который по мысли бэкона рэнсиса бэкона и представляет собой так называемую природу или форму исследуемого свойства согласно бэкону все в мире состоит из ограниченного количества такого рода простых природ точно так же как бесконечное множество слов и предложений складывается из ограниченного количества букв соответственно задача науки заключается в том чтобы найти и определить все простые природы и объяснить какие из них конкретно образуют то или иное явление или вещь правда согласно бэкона вот это познавательная задача серьезно осложняется тем что в человеческом разуме всегда присутствуют особые выражает современным языком психологические комплексы которые которые затрудняют познание затрудняют познание и приводят к ошибочным умозаключениям он называет их призраками или идолами разума и выделяет четыре группы таких комплексов четыре группы таких комплексов он называет их идолы рода идолы пещеры идолы рынка или другое название площади и наконец идолы театра театра ну или другое название теории театра или теории и так что же это за призраки не мешающие разуму делать истинные умозаключения в частности идолы рода связаны с универсальной природой человека со способом существования человека с тем что отличает человеческий образ жизни человеческий способ существовать и смысл этих заблуждений заключается в том что люди склонны переносить свои собственные человеческие свойства характеристики своего бытия на изучаемые объекты исследовав таким образом обнаруживать у них то чего в них нет то есть свое собственное человеческое отражение ну например человек обладает разумом и человек легко обнаруживать разум вне себя космический природный разум ну и так далее так вторая группа заблуждений это идолы пещеры они подобные первой группе но связаны не с общими человеческими характеристики характеристиками а с уникальными особенностями каждого конкретного человека и заключается в том же самом что конкретный человек переносит свои собственные уникальные особенности на изучаемые предметы и таким образом обнаруживает что ли включая по реальности себя свой собственный уникальный образ и приводит делать какие-то ошибочные умозаключения ну отсюда и название пещеры то есть человек смотрит на мир исходя своей внутренней пещеры пещеры своего собственного уникального существования третья группа это идолы рынка или площади имеется ввиду опять же рыночная площадь эти заблуждения связанные с особенностями гербализации использование слов для фиксирования знания то есть согласно бэкану бэкану неправильная вербализация знания приводит к ошибочным выводам так или иначе знание любое знание инкрусивное знание выражается в словах и вербальное воплощение вот на стадии вербального воплощения возможны и часто происходят ошибки ну он называет этот род заблуждений идолами рынка или площади именно потому что на рынке слова дешево стоят поскольку продавцы хвалят свой товар и обманывают покупателя покупатель наоборот склонен ругать товар который хочет купить чтобы он был дешевле таким образом на стадии речевого оформления формируется некое ошибочное понимание его реальность ну и наконец четвертый рот заблуждений четвертая группа заблуждений это идолы театра или теории здесь бэкон сравнивает сравнивает теории объясняющие что-либо с театральными пьесами но кстати действительно слова театр и теория однокоренные и вот бэкон как раз обыгрывает этимологию этих слов то есть бэкон говорит что не стоит безоговорочно доверять существующим теориям которые объясняют что-либо поскольку даже самые авторитетные теории могут ошибаться их нужно воспринимать критически ну точно так же как автор театральной пьесы придумывает некий сюжет неких героев некий описываемый мир но при этом реальности этого мира этих героев этого сюжета не существует так же и авторы теорий могут заблуждаться выдавать свои фантазии за истину и поэтому нужно критически воспринимать любые теории иначе это приводит к заблуждению кошелька и так вот таким образом Френсис Бекон одним из первых обнаруживает какие-то особенности мыслительных процессов познавательных процессов которые приводят к ошибочным выводам ошибочного заключения так мы переходим к следующему вопросу это философия Рене Декарта и так основоположником рационалистической рационалистического направления в философии нового времени является французским философ и математик Рене Декарт Рене Декарт его года жизни 1596 1650 по мнению многих исследователей истории философии науки именно Декарт является наиболее выдающимся системообразующим мыслителем вот этой эпохи ну и одним из самых выдающихся в истории философии науки вообще будучи выдающимся математиком он читал что методология философии философии должна стремиться к математической точности и достоверности и чтобы добиться этого Декарт разработал несколько исходных принципов или правил философии на которых должен основываться мыслительный процесс ну в частности четыре основных правила согласно первому правилу необходимо отказаться от вероятного знания и считать достойным доверия совершенным только такое знание в котором совершенно невозможно сомневаться невозможно сомневаться второе правило предполагает что для того чтобы найти такое несомненное знание необходимо делить делить исследование вопрос на максимально простые элементы максимально простые элементы которые он называет интеллектуальными интуициями опираясь на них и отталкиваясь от них должна двигаться последующая дедукция то есть выведение знания от общего к частному следующее правило заключается в том что необходимо двигаться от простого к сложному то есть от абсолютно устойчивых интуиций интеллектуальных интуиций к все более относительным содержанием знания от непосредственного интуитивного знания к опосредованному дедуктивному знанию интуи и наконец последнее правило заключается в том что мышление должно быть систематичным мышление должно быть систематичным то есть нельзя ничего упускать внимание и ничего забывать мыслить системно и вот опираясь на эти правила декарт попытался обнаружить ту первичную интеллектуальную интуицию в которой абсолютно невозможно сомневаться и которая по этой причине может стать абсолютно устойчивым основанием философии и пытаясь найти такую интуицию он приходит к выводу что сомневаться можно и нужно во всем кроме самого факта сомнения и наличие бытия усомневающегося того кто сомневает соответственно исходную интеллектуальную интуицию он формулирует следующим образом я выслал я сомневаюсь следовательно существую ну по-латыни это звучит когито эрго сум я мысль следовательно существую ну или дубито эрго сум я сомневаюсь следовательно существую вот по его мнению это абсолютно очевидная устойчивая интеллектуальная интуиция в которой невозможно сомневаться и на которую должна опираться философская мысль дальнейшая философская мысль в частности из этого интуитивного положения он дедуктивным путем делает вывод о наличии двух субстанций в основании всего существующего о наличии двух субстанций в основании всего существующего а именно во первых во первых духовной субстанции он называет ее также res cognitans мыслящая вещь и материальные субстанции который он называет res extensa то есть протяженная вещь главным свойством или атрибутом материальной субстанции является мышление главным свойством или атрибутом материальной субстанции является пространственное протяжение и соответственно первая субстанция является основанием всех духовных явлений а вторая всех физических материальных явлений и по мысли декарта они эти субстанции существуют в мире абсолютно автономно независимо друг от друга и соединяются только в божественной реальности в бытии Бога который согласно ортодоксальному христианскому учению является сверхъестественным сверхприродным является не частью мира а творцом мира и вот только в его бытии эти две субстанции сливаются в некую единую абсолютную субстанцию в мире же дух и материя мышление и протяжение существуют автономно независимо друг от друга например бытие человека он представлял себе двойственным дуалистичным образом тело это некий автомат механизм и он существует по своим законам душа разум это тоже автономная реальность которая помещена в тело но никак от него не зависит и вот такого рода философия определяется как субстанциальный дуализм субстанциальный дуализм и декарт является создателем такого подхода одним из последователей рационалистической философии декарта был голландский мыслитель генедикт спиноза его года жизни 1632 1677 в целом учение спиноза находится в рамках той модели которую разработал декарт но в отличие от христианина декарта спиноза был сторонником так называемого пантеистического мировоззрения сторонником пантеизма пантеизм это учение которое фактически отождествляет бытие бога и бытие природы растворяется бога в природе отказывается от понимания последовательно сверх естественного сверх природного бытия бога бога божественная природа дождественно бытию космоса пантеизма как бы космос это что-то вроде тела бога поскольку спиноза был пантеистом поскольку спиноза он был вынужден отказаться от дуализма и карта то есть он пришел к выводу что не может существовать двух субстанций что это противоречие в определении на самом деле существует единая субстанция она обладает бесконечным множеством свойств атрибутов но человеку доступны только два из них они те же самые что у декарта то есть протяжение и мышление согласно спинозе мир един но он существует на двух уровнях первый уровень субстанциальный это уровень бытия субстанции как она есть на самом деле сама по себе это уровень он называет природа порождающая натура натуранс вот и а второй уровень это уровень проявлений субстанции субстанции уровень на котором субстанция выражает себя в различных модусах формах он называет этот уровень природа порожденная натура натурана опираясь на такое учение такую антологию учения бытии спиноза разрабатывает весьма любопытное учение о соотношении необходимости и свободы и в частности приходит к выводу что мире господствует необходимость все происходит по необходимости а свобода это всего лишь осознанная необходимость ну и соответственно свобода вот в этом своем качестве доступна только существам обладающим осознанием способным осознавать то есть человеку и эта свобода заключается в том что человек может может должен осознать что все что происходит все что случается необходимо соответственно свобода не заключается в выборе каких-то альтернатив в наборе каких-то возможностей а всего лишь осознание что все что происходит необходимо не может происходить иначе и это связано с тем что подлинным бытием в мире обладает только сама субстанция это она существует а все остальное все вещи живые существа люди и так далее это всего лишь выражение проявление модусы абсолютной субстанции не они определяют как им существовать а из такой антологической позиции вытекает также своеобразное учение о бытии и небытии согласно согласно спинозе учению спинозы все существующие в мире обладает одновременно бытием и небытием а именно все существующие обладает бытием поскольку является чем-то конкретным но это одновременно означает что оно отсутствует во всех иных отношениях и только абсолютная субстанция обладает только бытие поскольку субстанция есть одновременно все существующие то есть ее бытие выражено во всех возможных отношениях и так вот такой подход обозначается термином субстанциальный монизм субстанциальный монизм вот наиболее последовательную концепцию модель такого рода разработал как раз Бенедикт Спиноза и мы переходим к следующему вопросу это философия Готфрида Левнец Готфрид Левнец его годы жизни 1646 1716 Левнец Левнец это также представитель рационалистической философии нового времени также как и Декарт Левнец был одновременно и выдающимся математиком и философом логика ну и также как и Декарт Левнец сформулировал несколько основополагающих принципов на которых должен строиться мыслительный процесс от которых должно отталкиваться мышление в частности во первых необходимо признавать непротиворечивость всякого возможного мыслимого бытия непротиворечивость всякого возможного мысленного бытия то есть если возможно значит оно непротиворечиво согласно закону противоречия далее во вторых необходимо исходить из логического преимущества мыслимого перед действительным мыслимого перед действительным из этого вытекает возможность существования бесконечного множества непротиворечивых миров в третьих необходимо исходить из достаточной обоснованности того факта что существует именно данный мир а не какой-либо другой из возможных мыслимых или что происходит именно данное событие а не какое-либо другое из возможных мыслимых то есть если существует именно этот мир или происходит именно данное событие это значит что для него существует некое необходимое основание наконец четвертый четвертое правило четвертый принцип утверждает что достаточным основанием существование именно данного мира является его оптимальность совершенства ну то есть согласно ледницу данный мир является наиболее совершенным поэтому существует он а не какой-либо другой из возможных мысленных веров и так вот такие принципы сформулировал лейбниц и опираясь на эти принципы он также разработал свое понимание устройство бытия свое антологии согласно лейбниц и он также существует два уровня бытия первый уровень это метафизическая реальность метафизическая реальность то есть мир как он есть на самом деле мир истинно сущего 2 уровень это мир как он воспринимается органами чувств является органом чувств соответственно это феноменальна я слов феномен явления феноменальна физическая реальность причем согласно ледницу на метафизическом уровне мир состоит из бесконечных множества автономных психических деятельных субстанций он обозначает их словом монада монада то есть единая эти субстанции монады находятся между собой в состоянии так называемой предустановленной гармонии предустановленной гармонии эта гармония была установлена богом когда он избрал для существования именно данный наилучший из возможных миров субстанции субстанции автономные их существование не зависит друг от друга но в силу предустановленной гармонии существование и развитие каждая из них находится в полном соответствии с развитием всех других субстанций мира в целом субстанций способны к саморазвитию и таким образом существует целая иерархия субстанций монады от наиболее простых ко все более сложных ну и согласно клейбницу в течение существования происходит постоянное развитие усложнение монады субстанции ну и в частности он выделяет следующий иерархический уровень субстанций первый уровень это примитивные монады они обладают только бесконечно малой способностью к перцепции восприятию и составляют основу неорганической неживой материи неорганической неживой материи второй иерархический уровень это монады души монады души называют души для них характерны свойственные более более сложные формы восприятия перцепции различные ощущения а также палец и они составляют основу органической живой материи выражают себя в животном мире выражают себя животным третий уровень третий иерархический уровень это монады которые он называет духи духи для них свойственные свойственные способность к отчетливым отчетливому восприятию перцепции сложные формы ощущений память а также способность к самосознанию от перцепции называемый от перцепции ну и эти монады выражают себя соответственно в существовании людей эти монады являются душами людей ну и наконец монадой монад является божественной пути Бог так вот такую концепцию разработал Ботфрид Лейниц она обозначается термином субстанциальный плюрализм субстанциальный плюрализм учение о множественности субстанций ну и вот благодаря учению о множественности субстанции лейниц лейниц сумел пересмотреть соотношение необходимости и случайности необходимости и свободы в сторону наличия в мире свободы субстанций согласно учению лейниц все существующее обладает относительной автономностью свободой поскольку основание его бытия находится субстанцией монады обладающей самостоятельным автономным бытием Но и чем выше уровень субстанции монады, тем больше и свободы обладает уровень бытия, на котором проявляются эти субстанции монады. Ну и такое учение называется также философской Робинзамады. Философская Робинзамады. Таким образом, в философии нового времени были разработаны всевозможные варианты учения о субстанции. То есть, субстанциальный монизм, дуализм и плюральный. Учение о существовании одной, двух, либо бесконечного множества субстантов.